Всем привет, дорогие друзья-подписчики, а также гости этого канала. Представляем вашему вниманию бурные романы многодетного актера Андрея Федорцова и кто сумел превратить его в 45 лет примерного семьянина. Андрей Федорцов является не только российским актером, но и ведущим, а также заслуженным артистом Российской Федерации. Он стал популярным после выхода на экраны таких сериалов, как «Литейны» и «Убойная сила». Зрители запомнили его по роли неунывающего оперативника Рогова. Правда, после съемок актер превращался в настоящего мачо. На счету Андрея большое количество бурных романов, которые позавидовали бы многие мужчины. Родился он на территории Ленинграда, в семье, которая была далека от искусства и кино. Сестрой Андрею частенько нравилось устраивать домашние спектакли и концерты. Стоит отметить, что между родственниками всегда были доверительные и теплые отношения, начиная еще с детского возраста. Мама – врач, папа – инженер. В детстве на отдыхе к маме подошла девушка и предложила снять Андрея в кино. Тогда мама отказалась, хотя в тот момент мог произойти дебют будущего актера в кино. В школе Андрей занимался спортом. Когда же повзрослел, занимался борьбой, даже несмотря на то, что был слишком маленького роста. В их семье никогда не было диктата и о рукоприкладстве не шла речь. Время, когда жил Андрей, было сложным, многим хотелось побывать за границей. И понятное дело, что Андрей не был исключением из этих правил. Чтобы посмотреть мир, парню удалось поступить в мореходное училище и стать рулевым мотористом на Валааме, которое он закончил с красным дипломом. В армию он идти не хотел, но когда пришла повестка, он был вынужден отдать долг родине. Андрей служил в железнодорожных войсках. Он поменял много профессий, от рабочего до редактора журнала и даже посещал два года фермерские курсы. В 30 лет ему удалось окончить учебу в Театральной Академии имени Черкасова. За время учебы он уже смог сыграть незначительные роли в нескольких картинах, таких как «Все будет хорошо», «Брат, и ты у меня одна». Далее последовали Горько и улицы разбитых фонарей 2. 2000 год – проект под названием «Империя под ударом», а также особенностей национальной охоты в зимний период. В этом же году начал работу над сериалом «Убойная сила». Именно за эту роль его полюбили зрители. В данном проекте актер был задействован на протяжении целых 5 лет. Параллельно с этим он участвовал в русском спецназе и в мелодраматическом проекте «Егерь». 2005 год – «Мастер и Маргарита». 2006 – российско-британский проект, который называется «По этапу». Продолжительной работой считается сериал «Литейный 4». Можно сделать вывод, что актер частенько играл роли полицейских. Но помимо этого его можно заметить и в комедиях. Например, тут еще Карлсон, елки лохматые и что творят мужчины. Главную роль актер сыграл в белорусском проекте под названием «Чаклун и ромба». Нельзя не сказать о его съемках в фильме «Укращение строптивых», где он сыграл с Анной Семенович. Свою первую любовь Андрей встретил еще в школьной. Правда, девочка по имени Света тогда отвергла мальчишку. Она отдала ему листочек, на котором написала фразу «Я тебя ненавижу». Он долго вспоминал этот отказ и благодаря ему смог стать целеустремленным человеком и настоящим мужчиной, который способен покорить любую девушку. Во времена, когда актер работал электриком в малом драматическом театре, то он познакомился с девушкой Кейко из Японии. Она хотела передать подарок актеру из труппы. Девушка очень хорошо говорила по-русски, поэтому языковой барьер не стал помехой для их общения. Молодые люди были вместе на протяжении целого года, но потом Кейко была вынуждена вернуться домой, чтобы присматриваться больным отцом. К сожалению, фотографий этой девушки в интернете нет. Следующий роман произошел, когда Андрей уже был состоявшимся артистом. В его жизни появилась англичанка Келли. Девушка приехала в Россию на практику, чтобы выучить русский язык. Около трех лет влюбленные были неразлучны, и Андрей даже некоторое время жил у ее родителей в Манчестере. Они предложили ему остаться жить в Англии. До этого и хотела девушка, но он отказался. Актер не собирался бросать свою карьеру в России. По этой причине пара рассталась. Фото этой девушки также нет. Далее наступили непростые 90-е, когда обрушился кризис. Актер, как и многие, на то время остался без работы. Андрей отчаянно искал, где можно заработать, и устроился в зоомагазин. Через некоторое время он вместе с сестрой открыл маленькую ферму с оптовым складом. Андрей нанял на работу девушку по имени Мария, с которой и закрутил служебный роман. Они начали жить гражданским браком, и Маша родила актеру сына, которого назвали Михаил. Правда, появление ребенка не смогло сохранить их отношения. Андрей бросил Машу, объяснив это тем, что если нет чувств, то нужно расходиться. Актер всегда помогал сыну финансово и время от времени навещал его. Следующей избранницей актера стала его давняя знакомая из Жуковки. Девушка Катя приехала в Петербург, чтобы поступить в институт. Он сразу очаровал девушку, и они стали жить в его квартире. И вскоре Катя родила дочь, которую назвали Варвара. Как и в предыдущих отношениях, чувства актера быстро угасли, и пара рассталась. Правда, Катя с дочкой остались жить в квартире актера. Свои апартаменты Андрей переписал на дочку. И только лишь в 45 лет актер нашел свою настоящую любовь, как он говорит, и впервые женился официально. Избранницей стала девушка Екатерина, выпускница художественного училища, которая подарила актеру двух дочерей, Дарью и Ксению. Так актер стал многодетным папой. Сейчас Андрей по-настоящему счастлив и безумно любит своих детей и жену. Он стал настоящим семьянином и, наконец, остепенился. В данный момент актер нечасто жалует поклонников новыми ролями. В 2016 году вышли такие проекты, такие как «О чем молчат французы» и «Кризис нежного возраста». В 2020 году он снялся во втором сезоне сериала «257 причин, чтобы жить», а также в комедийном проекте номер один. Так как актер привык с радостью браться за новые роли, можно ожидать, что в скором времени на экранах появятся не менее популярные проекты с его участием. Всем спасибо за внимание. Желаю вам всего доброго, всего самого замечательного. Всем удачи, до новых встреч и всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok